Друзья, чем история Йосефа отличается от истории Коммунистической партии Советского Союза? Мне кажется, что если вы задумаетесь, то увидите разительную разницу. История Йосефа вообще непонятна. Как можно было такое написать, и как мы сохранили это как историю своего народа? Первая семья еврейского народа, из которой, собственно говоря, вышли 12 колен Израиля, и мы все потомки этих людей. Как могло произойти, что среди них был такой страшный конфликт? Зависть, ненависть, злословие, попытка убийства, продажа рабства. В принципе, это как бы история криминальной разборки. Почему она у нас есть? В то время как те из вас только когда-нибудь учили историю Коммунистической партии или слышали о том, что это такое, может быть, слышали то, что слышал я, например, от своей бабушки. Она говорила мне, что в советской школе, в которой она училась, наверное, это были 20-30-е годы, ее просили брать ручку, макать тогда перо еще в чернила и вычеркивать Троцкий, Бухарин, Каменев. То есть переписывалась история быстрее, чем могли напечатать учебники. О чем идет речь? Речь идет о том, что лгали на протяжении всего времени. То есть писали то, что хотели написать. Теперь, сам тот факт, что у нас в нашей истории записаны такие, в принципе, казалось бы, негативные вещи, должно было бы заставить нас задуматься о том, что это прямое доказательство того, что записанные в Торе события являются истинными и важными для нас. Истинными, потому что они написаны, потому что могли бы их стыдиться, тем не менее, они есть. Почему? А может быть потому, что если бы вы или я стали свидетелями какого-то тяжелого конфликта, или у себя в семье, или у себя в общине, или у себя на работе, или, может быть, в еврейском государстве, у вас бы опускались руки, вы сказали бы, о, это невозможно исправить. Тут же история Иосифа говорит вам, если Иосиф и его братья сумели простить друг друга и сумели создать такую единую семью, на основе единства которой продолжает существовать наш народ по сегодняшний день, как единый народ, несмотря на то, что он разбросан по всем частям земли, частям света, тем не менее, это значит, что и сможешь ты, и смогу я. Каждый из нас тоже может. Более того, само имя Иосиф, в нем есть тайна. Дословно Иосиф означает собирать. Рахель сказала, Всевышний собрал, как бы, или подобрал мой стыд, но дословно Лаисоф означает собирать. Собрание народа Израиля. Поэтому, в каком-то смысле, если мы, например, учим историю Авраама, Ицхака и Якова, это про отцы нашего народа, это индивидуумы, это личности. Но когда мы начинаем учить историю Иосифа и его братьев, с этого, в каком-то смысле, начинается история первой семьи, первого коллектива, в принципе, народа. Потому мудрецы говорят, что за заслуги Авраама, Ицхака и Якова был построен и стоял первый храм. Почему? Да потому что разрушен он был из-за трех греков, как говорят мудрецы. Эти три греха, они полностью разрушили как бы три основы, на которых стоял храм. Потому что Авраам – это символ добра, Ицхак – это символ духовной силы, молитвы, Яков – это символ истины. В то время как три греха, которые разрушили Иерусалимский храм, привели к первому изгнанию, это кровопролитие, разврат и идолопокрытство. И вы можете сами соизмерить, как одно разрушило любое. И потому мудрецы говорят, что второй храм был построен за заслуги Юсефа и его братьев, которые сумели, несмотря ни на что, объединиться. И потому, к сожалению, беспричинная ненависть разрушила второй храм и привела к изданию евреев из своей страны. Неслучайно Хопецкаем, великий, писал в своей книге, что до тех пор, пока мы не преодолеем лошонгара, дурной язык, злословие, беспричинную ненависть, мы не сможем вернуться в играли. Однако, сама история Юсефа говорит о том, что никогда не опускайте руки и в своей семье, и в своей общине, и у себя на работе, и относительно будущего нашего народа. Потому что история Юсефа учит нас, что если мы научимся прощать так, как прощали они, делать ту работу над ошибкой, и признавать ошибки, как делали они, мы добьемся того же результата. А на самом-то деле, тот Юсеф, которого бросили в яму, и который был поддан в рабство, в конце концов, когда он встречает своих братьев, он спасает их от голодной смерти. Поэтому, друзья, это также урок великодушия. Всего вам хорошего, и шаббат шалом из святого города Иерусалима.